Скажите, какие для вас открытия в этом году произошли с рейтингом и какие-то интересные тренды? На самом деле очень много интересных трендов. Розничная торговля развивается весьма активно, несмотря на все кризисные явления, снижение доходов населения, снижение покупательской способности. Если в 2015 году топ-100 ритейла открывал один магазин в час, то в 2016 году открывался один магазин в 40 минут. Розничная торговля – это весьма конкурентоспособная отрасль. Мы видим, что приход сюда международных ритейлеров с мощнейшими инвестициями, с мощнейшими технологиями, знанием, опытом не дает им таких серьезных конкурентных преимуществ по отношению к российским компаниям. Что касается развития вообще регионального ритейла, то есть прямо очень хорошие игроки, твердые на рынке. Для меня изменилось прежде всего отношение к потребителю. Сейчас, буквально последние 5 лет, я могу сказать, что все, что мы делаем, мы делаем только исходя из понимания, нужно ли это потребителю или нет. Если мне поставщик дает какой-то ассортимент, и раньше я его принимал, если он мне за это дает деньги, то сейчас однозначно. Я сначала спрашиваю у покупателя, что ты хочешь, и только потом завожу какой-то ассортимент. Конечно, очень здорово повлияло и на нас в том числе, как и на весь ритейл, состояние экономики и то, что происходит в стране. На нас определенным образом сказали санкции и курс роста валют. Это сказалось в первую очередь на стоимость закупных товаров и закупного сырья, и на арендные ставки, как, наверное, и на весь ритейл. Поэтому мы были вынуждены изменять ситуацию внутри компании, не просто смотреть на рынок, а управлять этой ситуацией. Здесь происходит однозначно такой процесс. Сильные компании становятся сильнее, слабые просто уходят с рынка. Кто не может оптимизировать свои бизнес-процессы, кто не может управлять костами, кто не может запустить какие-то инновации, дополнительные сервисы, тот просто на этом рынке выжить не сможет. Продвинутые инновационные компании, к которым мы себя относим, однозначно получают новый рывок в развитии собственного бизнеса.